Здравствуйте, и добро пожаловать на эту открытую лекцию. Я работаю в «Политикой Европы». Спасибо, Елена, за то, что пригласили меня сегодня. Надеюсь, что смогу рассказать вам сегодня много интересного. И хочу поприветствовать нашего специального гостя, Еву Харток. Это Ева, которая освещала события от имени «Политика в Москве». Работала в Москве до прошлого года, пока ее не попросили оттуда уехать. И сначала будет лекция, а потом мы ответим на ваши вопросы. Потому что мы надеемся, что Сергей Горяшко к нам присоединиться. Представитель коммерсанта в России. Он уехал из страны после того, как Россия вторгнулась в Украину. Сейчас работает «Политика в Брюсселе», работает с нами, освещает горячие новости. Надеюсь, что он сможет с нами скоро встретиться здесь, поселиться к нам. Я в прошлом 30 лет работал с агентством «Рейтер». Работал в Берлине, в Москве. В Беларуси я не работал, но мне бы хотелось поработать в Беларуси. Потому что ваша сцена очень интересна. Многие европейские журналисты и редакторы уже не раз говорили, что им не хватает новостей о Беларуси, в том числе в СМИ, которые я читаю. Поэтому мне бы хотелось рассказать вам, как вы можете лучше рассказать свои истории, представить их для западноевропейских СМИ. Что нужно делать для того, чтобы Беларусь стала более видна окружающим миру? Очень сложный вопрос, но, в принципе, мы не освещаем Беларусь. Мои коллеги из «Политика» иногда что-то пишут о вашей стране, и у нас хорошие взаимоотношения с Светланой Тихановской, с вашим президентом лидером, которая делает всё возможное для того, чтобы о Беларуси больше узнали. Но, тем не менее, к сожалению, не всегда много знают Беларуси. Но благодаря Елене я не так давно подумал, что большинство из вас или все уехали из страны после 2020 года и репрессий, произошедших в тот год. Многим из вас не так просто продолжать работать журналистами, потому что у вас нет уже такого простого доступа к вашим читателям дома, потому что независимые беларуские СМИ на территории Беларуси не так просто и читать, поскольку они блокируются. Я знаю, что не так просто теперь выживать журналистам даже. Также российская война, агрессивная против Украины, осложнила ситуацию, в том числе для вас, и отвлекла внимание от Беларуси. И я смотрю сейчас, многие наши читатели, они обращают всё больше и больше внимания именно на тот конфликт. И я теперь вижу, что всё больше и больше наши читатели кликают на самую популярную историю. И поэтому появляется главный вопрос, как сделать так, чтобы общественности и редакторы, как вроде меня, обращали внимание на то, что вы хотите нам рассказать. Здесь нужно, наверное, остановиться и сказать, что я буду рад ответить на ваши вопросы. Не хочу очень долго говорить. Если у вас появится какой-то вопрос, поднимайте руку и задавайте его. Потому что я надеюсь, что у нас получится в том числе хорошая дискуссия, когда Ева и Сергей к нам присоединятся. Несколько слов о том, чем мы занимаемся, пытаемся сделать. Мы пытаемся заинтересовать наших читателей. нашу аудиторию в историях, которые мы хотим рассказать. Конечно, есть определенные принципы, как это делается, но на практике это сделать не так-то просто. Но нужно хорошо понимать, какая ваша роль как стритейлеров, когда вы пишете для себя и пишете для аудитории. И я, например, я один из представителей вашей аудитории. Но кого же я представляю? Кто там находится в этой аудитории? Когда мы об этом думаем, можно сказать, что я журналист, не партнер. Но нужно поговорить о начальном подходе. Представим, что у вас есть история, которую вы хотите рассказать, о чем угодно. Может быть, вас очень интересует сюжет или эта тема. Так, итак, Сергей с нами. Не уверен, что он сможет вместиться в кадр, но тем не менее. Сергей, я вас уже представил. Хорошо. Итак, допустим, вас очень интересует тема, на которую вы делаете репортаж. Но до того, как вы свяжетесь с новостной организацией, вам нужно подумать, почему их аудиторию заинтересует ваша история. Это кажется очевидным, но это очень важно. Затем, давайте подумаем, какой профиль этого средства массовой информации, какой взгляд редакторов на вашу тему, какие темы они вообще освещают, на каком языке они это делают, на каких рынках, кто их аудитория, кто их читает, слушает. И я сейчас говорю по-английски, я уверен, что многие из вас хорошо понимают и говорят по-английски, но возможно вам недостаточно английского для того, чтобы писать журналистские материалы. Опять же, нужно это учитывать. Поэтому еще один вопрос, на который нужно найти ответ. Можете ли вы на профессиональном уровне на иностранном языке это делать? Если нет, есть ли у вас доступ к ресурсам для перевода, к переводчикам, которые могут вам помочь сделать ваш репортаж на другом языке? Это базовые первые шаги. Если вы не можете написать историю, которая заинтересует редактора СМИ, которая вас интересует, или не на том уровне, на котором бы можно было опубликовать эту историю, то вы тратите свое время. Я был на самом корреспондентом очень долго, в основном, в Рейтерс, в Рейтерс. И я понял, что для журналиста очень важно, если журналисты очень хорошо выполнять свою работу, чтобы мы представляли голос нашей аудитории. Для того, чтобы опубликовали ваш материал, нужно заинтересовать редактора, убедить редактора в том, что ваш материал просто должен быть прочитан, прослушан, виден. И вы должны сказать «Я» убедить редактора в том, что я представляю свою аудиторию, голос. Допустим, у вас материал есть, вам кажется, вы нашли свою целевую аудиторию, вы нашли СМИ, которые на разгляд будут отлично презентовать вашу историю для аудитории. Что происходит дальше? Что угодно, честно говоря. Многие, практически большинство СМИ долагаются на новостных журналистов. Они могут принимать фрилансеров, журналистов-фрилансеров, время-тремни для того, чтобы заполнить дыры в своей информационной повестке. И вот точно так же происходит в Лондоне, в Брюсселе, где угодно. У нас есть фрилансеры, которым мы платим месячный оклад постоянный, и затем дополнительно им платим за материалы. В Киеве, например, в Стокгольме, в Риме. У нас был такой человек в Москве, как Ева, например. Теперь он с нами в Брюсселе. У нас есть фрилансеры, которые время от времени пишут нам из Мадрида, допустим, из Амстердама, из Белграда. Важно понимать, что некоторые СМИ действительно предлагают журналистскую платформу. Это такая специальная модель, когда людям платят за материалы. Ну, такой подход тоже работает, но мы, как политика, не исповедуем такой подход. чуть позже вам расскажу, как мы работаем. Нужно также помнить, что нужно отличать новость от мнения. И политика, в свою очередь, проводит четкую грань, как между государством и церковью современной демократии. Дело в том, что дело в том, что, несмотря на то, что мы полагаемся нечасто на внешних журналистов, мы, тем не менее, прислушаемся к их мнениям. И мы обязательно получаем обратную связь на сайте. у нас есть центральный блок новостной, где три главные истории новостные наши материалы. Слева у нас B-часть, где горячие новости справа, у нас есть V, часть V, которая посвящена мнению. то есть у нас прекрасный автор белорусский публиковался там, Таня Маделин, которая выросла в Беларуси, но сейчас живет в Нью-Йорке. И она написала, можно сказать, материал, который она распишляет о том, что такое дом во времена, когда люди вынуждены постоянно переезжать. Прекрасный материал, отлично написан на прекрасном английском. И она очень прекрасно рассказала тему. Многие из вас, которые работают журналистами в Беларуси, хотят освещать белорусскую повестку, могут рассказать свою собственную историю, которая будет интересна для нас. Ну что, скажем так, вы уже нацелились на определенные СМИ, по крайней мере, те, которые дадут вам платформу или заплатят даже. Что делать дальше? Вы их убедили, что у вас есть история, которая заинтересует аудиторию. Теперь вам нужно действовать дальше. Не хочется, конечно, превращать эту лекцию в монолог. Хотелось бы сказать, что журналистика это просто работает в принципе, но на практике не так легко. очень часто многие имейлы, которые я посылаю, я просто удаляю. Поэтому вам нужно иметь очень умный подход с СМИ, с которыми вы хотите работать. Вам нужно узнать, будут ли они заинтересованы в историю, которую вы хотите пропичить. непосредственно пообщаться с редактором. Если вы им пишете письмо, напишите нескольким редакторам в одном СМИ, что кто-то из них может удалить это письмо, допустим, они могут раздражаться. если я всем в политику напишу, кто-то из них может ответить. Но люди вовсе разговаривают. Если они обнаружат, что вы написали половину редакторов, то, скорее всего, они разозлятся и не будут вас печатать. И теряют вас интерес. Вы можете, однако, описать тему, на которой вы хотите писать, рассказать им о названии своего материала. Но не нужно очень много деталей там упоминать, потому что редакторы не очень любят, когда им полностью все валивают на них. Они хотят увидеть историю, с которой они могут поработать. подкрутить для своих читателей. Это как психология продажа здесь рассматривается. Как продавать свою идею? Вам нужно понимать и думать об этом. Цель вашей с самого начала, как я уже говорил, надо было заинтересовать редактора, как только вы привлекли их внимание. Вы должны вступать в переговоры и относить того, как ваш материал, как он пишется в их повестку. Вы должны понимать, чем выделяется ваша история. Она должна быть оригинальной. Если ничего такого никто раньше не видел и не слышал, то, конечно, они будут заинтересованы в том, чтобы опубликовать этот материал. Материал по-хорошему должен быть эксклюзивным и показывать то, чего люди не знают. Мы все очень любим эксклюзивную информацию и факты. Но я думаю, что иногда очень хорошо взглянуть на ту же историю по другим углам, на одни и те же вещи, которые уже люди знают, показать и в другом свете, показать, как история может развиваться, какие будут следующие шаги. История должна быть важной. Мы знаем, что она важна для вас, для журналистов, которые написали эту историю, но она должна быть интересна для редакторов и для, конечно, аудитории этого СМИ. конечно, нужно, чтобы там был хороший старителинг. Чтобы эта история была о людях, она должна вас переносить к читателям с помощью качественной нарративы прямо туда, на место событий. Как у меня со временем? Вроде нормально. в ближайшие 10 минут закончу, и тогда мы можем начать все вопросы и ответов. И история, которая меня заинтересовала в Беларуси, это система Лукашенко, как режим остается у власти, какие методы использовать для этого, насколько они устойчивы, можно ли сопротивляться этой системе. То есть вопрос, связанный с оппозицией, очень интересный, релевантный. Вообще история с Тихановской, как она, как жена политического лидера, стала во главе оппозиционного движения, допустим, это очень интересно. Финансовые основы режима, кто контролирует цирридические активы, кто получает преимущества, кто наживается на этом, насколько богат Александр Лукашенко, его окружение, вот такие вопросы мне интересны, война в Украине с точки зрения Беларуси. Я мало знаю об этом, но мне интересно, является ли Беларусь вот таким басалом России и как она может оставаться неудел, то есть не участвовать в военных действиях. Сколько это будет продолжаться? Хотелось бы узнать больше о использовании миграции в таких вооруженных целях, чтобы достигать своих целей. насколько Россия здесь играет роль в этом процессе, в вопросах, связанных с мигрантами. Ну, возвращаясь к Тане, которая написала свою статью, помните, у нас, можно понимать, что ваша работа как журналистов она должна оставить свой какой-то след. Не очень часто нужно, можно иногда делать свою жизнь основой истории, но не всегда это всем интересно. Сейчас буду ускоряться. Несколько слов о Кейси конкретном, как я уже говорил, политика обычно не нанимает внешних журналистов, но иногда бывают исключения, в моем случае в прошлом году российский журналист написал мне в ответ на материал, который мы публиковали, был связан с исследованиями, которые показали, что китайские компании продавали автоматы военные винтовки России и декларируя их как винтовки для охоты. И мне журналист написал Сергей Панов, который объяснил нам, что используя свои исследовательские методы, мы сможем узнать намного больше об этой истории. И мне очень понравился подход к Сергею, и я ответил ему, быстренько узнал, что он в прошлом исполнительный директор, который работал в сфере алкоголя, который мигрил в Испанию по многим причинам, похожим на ваши, и перенаправил свои навыки, переконвертировал их и стал исследовательским журналистом, расследовательским журналистом. Он может найти что угодно, раскопать что угодно в данных, которые показывают, что страны, компании, которые не утверждали, которые не поставляют институционную продукцию в Россию, они лгут. И я говорю, Сергей, расскажите, расскажите. Мы поговорили, он рассказал мне, что знал, и менеджменту политики сказал, что давайте заплатим Сергею, чтобы выполнил определенные задания. И мы запустили большие расследования. Первое было связано с тем, как снайперская бородована произведена на американской кампании в Небраске нам появилась на поле боя, и мы обнаружили, что там есть черный рынок, мы осветили это событие, и некоторые люди очень даже огорчились. И в связи с Китая мы там нашли, что там были определенные дроны, оптические приборы двойного назначения, которые также поставлялись через границу незаконно. и мы сейчас пишем материал как раз об алкогольной продукции. Но можно сказать, что Сергей поработал на нас, мы ему заплатили, и я думаю, что результат был очень хороший. мне бы хотелось рекомендовать Сергея другим СМИ. Публикация и политика, например, уже сама по себе является хорошей рекомендацией. Сергей сделал совместный проект с немецким СМИ о немецких компаниях, которые экспортируют ЛСО, легкосвыковое оружие и амуницию в России. С итальянскими коллегами он также работал. То есть я очень рад, что я убедил в наш топ-менеджмент заплатить Сергею. мы ему хорошо заплатили, но он, конечно, очень много работал и показал хорошие результаты. То есть Сергей уже сейчас становится как очень успешным узнаваемым журналистом, расследователем, который имеет специальные навыки. как мы уже говорили, не так просто сейчас зарабатывать журналистом, даже в стабильных странах последние 30 лет этот тренд наблюдается. Очень много отвлекающих маневров, отвлекающих СМИ, вы знаете, Илон Маск, например, и его Твиттер, я вижу, что журналисты многие, особенно моложе меня, волнуются, что искусственный интеллект будет отбирать в них хлеб. Ну и сколько мы платим, конечно, если вы путешествуете, мы все покрываем, если по работе конкретно, что даем задание, мы платим 200 евро в день, ну и, в принципе, компенсируем еще материалы. Есть конкретно определенные стипендии, которые можно получить на определенные проекты, на которые нужно потратить много времени и исследований. Ну и для этого сейчас нанимаются независимые журналисты. В заключении можно сказать, что лучше всего нужно, конечно, пропичить свой материал о потенциальной редактору. Нужно таким образом попытаться публиковаться и собрать свое портфолио. Если у вас хорошие материалы, я бы можем посоветовать вам, как себя разрекомировать. Конечно, с удовольствием поделюсь своей контактной информацией для этого. Ну и в полчаса, я смотрю, я вписался. На этом заканчиваются мои комментарии. Хотелось бы передать слово сейчас Еве. Может быть, она что-то хочет прокомментировать. Можем это делать на русском, на английском. Я имею в виду отвечать на ваши вопросы. Не знаю, насколько нас хорошо понимают и могут нам отвечать. Все у нас хорошо со звуком, да, хорошо. Ну что ж, теперь я приглашаю Еву дать свои комментарии и потом дам возможность это сделать Сергею. Здравствуйте, здравствуйте все. Я вас всех не вижу, я представляю, что вы там. Хотелось бы несколько слов добавить к тому, что сказал мой коллега Даглас. Очень многое сама, кстати, почерпнуло интересного из его речи, несмотря на то, что я давно работаю журналистом. Но до того, как я начала быть корреспондентом, я был редактором главным редактором иногда местной СМИ. И я получал очень много фотографий, и вот Даглас говорил, что есть очень разные взгляды редактора и журналистов, они иногда отличаются. В местном СМИ мой опыт очень сильно повлияло на то, как я теперь смотрю на потенциальные материалы. Иногда помогает, а иногда мешает. Сейчас объясню, что я имею в виду. Даг сказал, например, что в вашей питче, в вашей коммуникации вам нужно объяснить, почему они должны быть заинтересованы в вашем материале. Должны это сделать вы на языке, который понимает редактор. Хотел бы добавить, что это не только связывается к языку конкретному, к английскому или к какому-то другому, это сводится еще к тому, как ваш редактор вас понимает. Проще говоря, нужно упрощать. И мне само нечасто это получается, потому что вы очень зависованы на своем материале, вам очень нравится эта тема. Это может быть очень нишевая история. Вам кажется, что всем это будет интересно, все должны хорошо разбираться. И иногда вы поэтому забываете, что нужно объяснить это, перенести на новый уровень, то есть объяснить простыми словами, что вы имеете в виду, что вам интересно. и могу вам привести небольшой пример, может не очень хорошая, но тем не менее, сегодня я прочитал материал, человек, который редактирует, подошел ко мне и сказал, вы сказали, что Дальний Восток России, а что это такое? Я сказал, это регион России, а мне человек говорит, я никогда не слышал об этом. Конечно, человек, который с Россией работает каждый день, понимает, который не работает с Россией каждый день, он не знает, что это Дальний Восток. И это нормально. Не нужно ожидать, чтобы редактор читал или она читали между строк. Особенно люди, которые не из Беларуси, ни из России, ни из Украины, которые там никогда не были, мало знают о этих странах, им нужно объяснять более детально, что к чему. Вам их нужно убедить в двух словах. Почему это важно, почему нужно опубликовать этот материал, почему он вам так интересен. Поэтому не оставляйте ничего несказанного. Очень часто все сводится к тому, чтобы упростить это и на пальцах объяснить, что это к чему. Почему это интересно для зрителей, которые едут на работу или у кого есть дети, или... Почему они будут интересно читать о том, что происходит в секторе газа или в Украине. должны каким-то образом привлечь их внимание. И в заключение хотелось сказать, что хотела вас немножко подбодрить, потому что я как редактор, как корреспондент абсолютно уверена, что люди, такие как вы, у которых есть знания региона, своей страны, очень важны. Они могут рассказать что-то новое, что неизвестно другим людям. Просто нужно это сделать правильно. Нужна комбинация того, что вы можете рассказать, почему это интересно, почему это изменит ситуацию, если люди об этом узнают. Вам нужно это коммуницировать. так, чтобы редактор вас понял. Что касается тем, я обнаружила как корреспондент и редактор, что есть некоторые темы, которые редакторы считают более привлекательными, например, это оружие, деньги, война, вот это темы, которые привлекают внимание людей. Я это говорю как человек, который пишет протестные движения, например, который любит общаться с людьми на улицах. И мне в прошлом я думала как мне написать материал, который не на тему денег и войны, чтобы он был интересным. и мне приходилось очень сильно постараться и объяснить, почему это будет интересно читать. Я думаю, может быть, Дак не согласен. Нет, нет, я абсолютно согласен со всем, что говорила Ева. Вы абсолютно правильно заметили, что должна быть добавленная стоимость. потому что вы не одиноки. И это может означать, что до того, как вы непосредственно установите контакт со СМИ, вам нужно найти человека, который вам, может быть, поможет, вроде нас. Может быть, консультантами или советниками, которые скажут вам, вот это интересный материал, вот это людям понравится. Например, у всех есть свой взгляд на то, что происходит в мире, и на то, какие страны, что они себя представляют. Если вы скажите, Россия, у всех есть какие-то представления, связанные с этой страной, что водка, Сталин, революция, я не знаю. Если вы думаете о Германии, вам приходят на ум сосиски, пиво, нацисты, неважно, ну, что угодно. Но дело в том, что, то есть, вы не пишете в вакуум, вы пишете для аудитории, у которой есть какие-то стереотипы об определенной стране и ситуации. Вы можете бросить им вызов или их подтвердить. более детально проанализировать эту ситуацию, вы поймете, как вам обыграть ту или иную тему, чтобы она стала привлекательной. А что касается тем вроде денег и оружия, я также редактор тематики, связанной с сельским хозяйством, где мы освещаем вопросы гуманитарного характера, безопасности, мы понимаем, что эти вещи очень важны, но достаточно их читают. На наш взгляд, конечно же, нет. То есть отношения не настолько привлекательные, как темы, связанные с деньгами, большими деньгами и оружием. Означает ли это, что нам нужно прекратить писать на эту тему? Абсолютно нет. Но это непросто. Нам нужно просто писать так, чтобы привлекать внимание людей. Теперь давайте покажем Сергея. Сергей, немножко представьтесь, пожалуйста. Скажите, чем вы занимаетесь в последние годы как эмигранты и журналисты эмиграции. Здравствуйте, все присутствующие. Я Сергей, как раз о котором уже говорили сегодня. работал в BBC России и сейчас работаю в политике меди-резидент в редакции ГАИС-Новости. Работаю на английском репортером на BBC работаю уже 7 лет. До этого работал в коммерсанте. до марта 2022 года я работал в Москве и был иногда в Вашингтоне, но в основном работал в России. Я думаю, что большинство из вас являетесь журналистами в изгнании. и я прекрасно понимаю ваше понимание по вашу ситуацию, вашу борьбу. Я понимаю, как сложно работать в стране, в которой писать о стране, в которой у вас ограничен доступ. журналисты мне как-то говорили, что они несколько лет уже так работают. Они радовались тому, что никто из них не попал за решетку. И для ситуации в России могу сказать, что важно не подставить наши источники информации в России или Беларуси. Потому что вопросы, которые мы освещаем, они напрямую связаны с людьми, которые помогают нам доставать эту информацию. И не хочется, чтобы кто-то оказался за решеткой. Я думаю, что Даг и Эва уже дали вам очень ценную информацию и совет о том, как связаться с иностранными СМИ и пропитчить свой материал. я не эксперт, конечно, поэтому я тоже сражаюсь с таким питчингом, борюсь. Я знаю, что многие из вас писали очень много уже интересных материалов, но эти материалы так просто представлять редакторам. Несколько слов еще в заключение. Даг говорил, что вам нужно помнить о том, что люди связывают с той иной страной и ситуацией. это очень важно. Так получается, что вы начинаете думать с женщиной, которая была история с женщиной, которая женщиной, чьи сыновья ушли на войну с Украиной, и там один сын погиб, другой там что-то с ним плохое случилось. Вам нужно поставить себя на место, может быть, не редактора, а обычного читателя, и понять, как он будет воспринимать, или она будет воспринимать эту историю. я помню, ситуация была, когда представители естественного комитета в России оказались решеткой из-за коррупции, ну, звучит скучновато, дно, но если мы узнаем, что произошло, там ситуация, когда был конфликт какой-то, и они там какой-то насчет того, что кто-то кому-то плохо сделал, плохо сделал ремонт, и в результате в 15-м году высокопоследовательные чиновники оказались за решеткой. Но скажу вам то, что мне всегда говорят редакторы, всегда нужно пытаться найти человеческую историю, человеческий элемент в любой, в любом материале, который вы пишете. Особенно, когда вы пишете о сложных темах, например, о налогах, уходе от налогов, или о том, как в России взаимодействуют с Белоруссией, с Казахстаном. Вы должны найти человеческий элемент, через который вам нужно показывать ситуацию, и тогда этот материал будет интересно читать. Ну и последнее, верьте в себя, мы сейчас все в тяжелой ситуации находимся, но наша аудитория зайдет в сторону, как никогда, в материалах, связанных с постсоветским пространством, с Россией, Беларусью. Может быть, конечно, Беларусь не так интересна, как в 2020 году для западных СМИ, однако всегда есть какие-то материалы, которые могут вращать наше внимание, то есть не только то, что происходит в Африке. то есть все еще материал наш попадает на развороты, на первую страницу. То есть верьте в себя, и будьте на чеку, работайте, и все получится. Большое спасибо, Сергей. Перед тем, как мы перейдем к дискуссии, хотелось бы подытожить. Опять же, важен этот человеческий элемент в истории. То есть помните, что эти вопросы, кто кого и кому это выгодно, всегда прилегают внимание. Обычно этого достаточно для того, чтобы люди начали читать и углубились в ваш материал. Ну и, Лена, я думаю, что на этом мы можем закончить наши монологи и готовы к дискуссии и ответить на ваш вопрос. Здравствуйте. Спасибо большое за прекрасную презентацию. Очень было интересно ее послушать. В нашем аналитическом центре мы работаем над проектом, который изучает имидж Беларуси в международных СМИ. И последние, на прошлой неделе мы проводили интервью с иностранными корреспондентами, которые освещаются в Беларуси. Мы спросили, как вы работаете с темой, как вы делаете релевантной эту тему. Это прямо то, что вы сказали, связано с тем, чем мы занимаемся. в конце концов, есть определенные рекомендации для беларусских журналистов, что делать для того, чтобы Беларусь больше узнали и больше публиковали международных СМИ. интересны. Вот мне интересно, есть ли у вас еще идеи, что может помочь Беларуси как теме стать более интересной для международных читателей, не только для любителей политических событий, но и для международной аудитории в целом, особенно учитывая то, что происходит в мире. Давайте подумаем и порассуждаем на эту тему. Ну что, еще советы хотите? Ладно, спасибо, Шарейс, за ваш вопрос. Мне очень интересно будет посмотреть, почитать ваше исследование, я о нем ничего не знал. Я написал сегодня выступление, основываясь на своем собственном опыте и своем ощущениях. У меня есть несколько идей, напрямую связанных с тем, что говорил, Сергей, мне очень интересно, как репрессивный режим в Беларуси существует и вот эти молодые люди в униформе. Я имею ввиду спецслужбы и полиции, милиция, как они, как режим на них держится. почему люди вступают в ряды, как идет процесс эндоктринации. Мне интересно, что в головах этих людей, как режим продолжает существовать, основываясь на силовиках. Так же вот Сергей по-трои говорили о той предварительной истории, женщины, чьи сыновья ушли на войну, да, один вернулся в гробу, другой погиб. Вот такие истории тоже могут интересными быть, если их правильно рассказать. Я думаю, что нужно использовать психологию продажи, как я уже говорил. Допустим, если белорусы будут воевать в армии другой страны, вопрос, как рекрутирование будет проходить. можно ли осветить это, написать об этом? Мне кажется, это может быть интересный материал. Может быть, кто-то уже написал на эту тему, я не знаю, хотелось бы по это почитать. Если это хорошо изучить написать, я думаю, это будет интересно. Не знаю, может быть, коллеги посоветуют какие-то истории, которые будут быть интересны нам. Мы говорим об элементах, критериях хорошего материала. по сути, можно написать хороший материал на любую тему. Вам нужно пройти процесс рефлексии и ментальной проекции. Вы, как сторителлер, должны ментально визуализировать людей, которых вы пишете, и для которых вы пишете. Как только вы сможете это сделать, разовьете навык, у вас начнет получаться все лучше и лучше. Но вам нужно писать о том, что вам нравится. Действительно, тогда у вас будет хорошо получаться. Вот, повторяюсь, можно рассказать, что вы говорили о стереотипах, о том, что люди знают о Беларуси, Украине или России. И так просто, потому что когда мне говорят Беларусь, я представляю Лукашенко протесты. Но иногда может создаться впечатление, что не о чем рассказывать, ничего не будет интересно людям. Но дополнительная ценность такого потенциального материала может быть в деталях, которые можно раскрыть. Может быть, какие-то вещи не обязательно должны быть очень шокирующие, потому что мы понимаем, в принципе, что там. Но вот эти детали, которые вы можете раскрыть, они могут действительно привлечь наше внимание, особенно если об этом раньше не писали. Не помню, когда я последний раз что-то писала на английском, читала что-то на английском про Беларусь, что заставило бы меня почувствовать, что я вот там в стране. И очень много пишут о Лукашенко, о Путине, о мировых лидерах и ужасных диктаторах и так далее. В то же время, и мне это не очень нравится в материалах России, я не чувствую, что люди понимают, что происходит в России прямо сейчас внутри, потому что очень много похожих материалов, которые одинаково написаны, и кличия тема очень ограничена, и нужно вот подумать, например, вот о том, как маленькая история, но более конкретная, может иметь намного больше добавочную стоимость для читателей. Я абсолютно согласен с Евой. В журналистике всегда есть динамика, и многие репортеры, вот они поэтому очень часто пишут на похожие темы. Мы мониторим постоянно горячие новости и делаем свою версию новостей. как только мы это сделали, остается большое пространство для маневра, которое можно заполнить. я вижу еще вопросы в чате от RH, как можно связаться с вами и с редакторами. Есть что нужно и не нужно делать. Вот не нужно, например, всем редакторам писать письма, нужно выбрать свою цель, нужно думать шаги, вот Татьяна мне написала о себе и ответил. Состоялся диалог, я предложил определенные рекомендации, зная, что Татьяна еще началась с своего английского пути. чем-то можно из этого работать. Я думаю, что это сводится к тому, как привлечь внимание аудитории. Подумайте, как сделать так, чтобы они вас почитали. А если учили с редакторами, чтобы они уделили вам внимание. Напишите так свое письмо, чтобы редактор не захотел его мгновенно удалить. Как это сделать? Тут вопросы уже. Не думаю, что холодные звонки это хорошая идея в данном случае. Если вы сможете познакомиться познакомиться или вы можете, пожалуйста, попробуйте назначить встречу с редактором. Как только вы договоритесь о встрече, вы, как говорится, уже оказались на первой базе. Нужно тактически подходить к этому, тактически грамотно. Некоторые вещи работают лучше, чем другие. Нет золотого стандарта и золотого подхода идеального, которым нужно придерживаться. Итак, читаю второй вопрос. Честно говоря, я не знаю, но думаю, что... вопрос, видимо, был о том, какие СМИ заинтересованы будут в материалах, связанных с Беларусью, не знаю, Испания, Португалия. То, что происходит в Беларуси, напрямую связано с тем, что влияет на то, что происходит в моей стране. Литва, Польша, такие страны. ближайшие. Беларусь имеет определенные статистические и экономические аспекты. Я как редактор, который редактирует материалы, связанные с сельскохозяйством, я знаю, что Беларусь является статистическим поставщиком удобрений, поэтому вот эти вопросы, связанные с Беларусью, очень меня интересуют. вопросы логистики и санкций. Это все очень интересно. И есть очень много переводчиков, которые говорят, мы везем что-то в Казахстан, допустим, на самом деле они везут в Россию. Вот такие вещи тоже меня интересуют. опять же, короткий ответ на ваш вопрос, это зависит от ситуации. Есть вещи, которые тематической важности и поэтому интересуют некоторых людей, работающих в этой сфере. хотелось бы спросить о нуждах аудитории, потому что мы знаем, что многие редакции имеют карту нужд своей аудитории, это может быть пять-шесть пунктов, например, образуйте меня, вдохновите меня, развлеките меня. есть ли такой план или карта политика и что там у вас написано, если есть? Не думаю, что у нас есть такая карта, но я бы сказал, что политика очень любит быть не обязательно провокационными, но и стимулирующими и интересными. Мы не заинтересованы, не хотим быть сбалансированными. Но мы беспристрастными, беспристрастные с одной стороны. Мы пишем с одной стороны это и так, а с другой и так. Но мы знаем, вот мы небольшая СМИ, но мы хотим заинтересовать людей для сделать так, чтобы они приходили к нам на сайт, читали. и у нас есть еще и платная подписка, с помощью которой мы неплохо зарабатываем. Может быть, люди почитают наш бесплатный сайт и подумают, вот что, мы хотим подписаться на вашу платную рассылку. И поэтому мы хотим быть провокационными, немножко стимулирующими и поддерживать интерес к себе, чтобы люди каждый день возвращались к нам. К другому можно сказать, что мы новостная организация, которая концентрирует свои усилия и энергию на центрах силы, например, Вашингтон, денег, конечно, и влияния. Мы хотим думать, что нас читают люди, которые принимают важные решения во всем мире. А что нужно для этого? Нужно стараться, чтобы наши материалы их заинтересовали. Спасибо. Вот есть еще вопрос. Что насчет иллюстраций? Какой декор можно подписать между автором и СМИ? Сколько времени проходит между питчингом и публикацией? Вот это очень по-разному бывает, если определенная динамика? насколько вы глубоко вникаете и освещаете историю? Сколько вам времени для этого нужно? То есть все это может быть совсем не быстро. Но я думаю, что это не мгновенно. В любом случае, на следующей неделе это не происходит ни за неделю, ни за дни, возможно, за недели, но может месяцы. Что касается иллюстраций, я редактор, и я имею дело в том с текстом, но мы организация, которая работает с мультимедиа, мы понимаем, что изображения имеют очень важную большую ценность, мультимедиа. Но если вы являетесь компетентным мультимедиальным журналистом, который может предоставить нам видео и фотографии, даже те, которые сделаны на смартфон, это подходит. Не знаю, оплачивается ли это отдельно, это нужно все обсуждать. мы составляем наше соглашение в письменном виде, мы делаем так, что вы получите деньги, то есть вы не работаете в черную, вы работаете в белую с нами, а что касается не понимая, что там написано в договоре, я не знаю, я не составляю эти договоры, и у нас есть специальный человек для этого. У меня есть еще вопрос, если других вопросов нет, вот что фрилансеры очень часто вам просто не отвечают редакторы. Это может быть очень неприятным, вот что делать? В других ситуациях. вот со мной такое тоже было, я пичала-пичала, но ответ не получала. Что делать? Ну, очевидно, что это проблема, я коммуникабельный человек, я пытаюсь быть уважительным в отношении людей, которые пичат мне, о, не скажу, на листах, написали мне, что они хотят написать о неприятных электрических автомобилях и так далее. Ну, по поводу Германии, например, о том, к чему может привести их политика зеленых. Ну, я знаю, что у нас, когда рот в Рейтер, у нас были водители, которые приезжали в Германию и приезжали с машиной, которую они подбордовали, то есть гоняли машины. И вот журналист хотел написать о том, что многие автомобили немецкие, они потом вот потихоньку оседали на Балканах. У нас, в принципе, был такой материал, который нам презентовали, пропитчили. Он был не очень эксклюзивным, и я отписался человеку, я написал, что очень интересный материал, но я не думаю, что мы сможем его напечатать. Я принаправил его нашему редактору, который занимается исследовательской журналистикой. Я написал, ты знаешь, Стефан, вот неплохой материал, но мне кажется, нам он не очень подойдет. Но можете ему написать автору и может быть, вы сами для чего-то договоритесь. Но я также сказал автору, вот возможно, что-то и получится. Ну и вопрос, следует ли дальше-дальше двигаться в это направление, если не хотят вас печатать. Иногда можно там чуть-чуть продавить, а иногда не стоит. Потому что у меня есть проблема иногда с коммуникацией, и мне кажется, что если вам не отвечают, это, собственно, есть ответ. Я знаю, что это не очень хорошо смотрится, но будут все очень занятые люди, и все должны заниматься своими собственными приоритетами. Сейчас я почитаю следующий вопрос. Вопрос о репрессиях. Я сканил ответ не уверен, что я хорошо понял ваш вопрос. Спасибо, Ольга, за него. Я так понимаю, что заинтересован в спросить, насколько заинтересован мир в ситуации в Беларуси. Уже, что да, мы заинтересованы, мир заинтересован. Мне кажется, Беларусь недостаточно пишут, потому что сейчас все внимание переключилось на Украину, Россию. Знаете ли это, значит ли это, что Беларусь уже не важна? Абсолютно нет. премиум о найти тему, интересна, если вы найдете тему, которая интересна, допустим, о конкретном человеке, о обществе, о политиках, о журналистах. Можете написать об этом в том числе? Можете написать о беларуских журналистах, которые сражаются за выживание сейчас? Можете написать о том, что людям запрещено теперь читать вашу рассылку себе на компьютере дома? Я не думаю, что международная публика вот когда-нибудь слышала о таком. Я думаю, что будет им интересно об этом почитать. Я уверен, что Беларусь это интересная тема, которую нужно продолжать и раскрывать. Хотелось бы добавить кое-что? Иногда я абсолютно согласна, а иногда в вашем питче нужно попытаться ответить на вопрос, почему сейчас эта тема актуальна. Самая по себе тема может быть интересна, но многие СМИ так работают, что есть пространство для новой темы, а иногда ее нет, этого пространства. То есть, прошло пять лет после того, как арестовали какого-то журналиста, редакторы могут сказать, вот как раз подошла какая-то годовщина, и можно об этом написать. Не знаю, насчет Беларуси, но в России есть СМИ, которые мониторят количество политических заключенных или количества людей, которые были осуждены за дискредитацию вооруженных сил России. То есть, также можно сказать, первый кейс такой был очень интересным, и привлек больше внимания, но каждый случай не нужно освещать, людям надоедает. Но если есть тренд, допустим, первые сто случаев, да, вот можно сказать, что вот тенденция такая присутствует. Я согласен, что может быть, не самый лучший материал, это будет о какой-то годовщине чего-то или круглой дате, но вот такие ключевые вехи, связанные с долгоиграющим событием, они интересны. Вам нужна причина, почему вы хотите заново осветить уже существующий и долгосуществующий процесс. Если у вас получится, почему нет? Допустим, можете написать о том, что важный политический деятель уже столько-то столько находится за решеткой. Можете, например, рассказать о их ситуации, могут ли они коммуницировать. с внешним миром и так далее. Если вы посмотрите на ситуацию с Алексеем Навальным, вы увидите, что его советники очень сильно стараются, чтобы он оставался на повестке дня. исчез. Он исчез. Он И сразу начали писать. Его начали перевозить из одной тюрьмы в другую. Потом он опять появился. на фоне вечеринки селебрити в Москве люди читали о нем новости. «Я это кому говорю, что есть способы обогатить уже существующую историю новыми деталями». Спасибо. Еще есть вопрос связанный с Винси вопрос в чате. Спасибо. Ну, действительно, материал, скажем, у вас может быть, у вас материал на 800 слов. у нас, в принципе, есть возможность написать, напечатать большие материалы, до полутора тысяч слов. Ну, чтобы написать, вот напечатать такую передовицу, вот такой вот материал, который выражает мнение какого-то автора. Нужно, чтобы действительно это был очень важный материал. то есть у нас есть пространство и есть место, но это нужно, конечно, все обсуждать, а именно размер этого материала в идеальном порядке. тут все может зависеть, как вы будете работать на материал, сколько вы раскопаете. Может быть, последний вопрос от меня? не могли бы поделиться вашей атактной информацией? Да, извините, собирался, но еще не сделал этого. Мы здесь собрались для того, чтобы сделать так, чтобы наша страна стала лучше видна для окружающего мира. Вот, пожалуйста, так, извините, немножко я ошибся. Вот, свой имейл не могу правильно написать. Вот это правильный имейл. Напишите мне, я, может быть, не сразу отвечу, но может быть, кратко отвечу вам сразу и чуть позже более расширенно отвечу. Всегда буду рад вам помочь. Спасибо большое. Мы сможем опубликовать какие-то рекомендации ваши, да? небольшой дайджест можно подготовить. Я думаю, это будет отлично, если вы сможете опубликовать вот такие главные рекомендации. Можем сами сделать на основании этого видео, если вы не против. да, да, хорошо. надеюсь, что это не последний наш встреча. Да. До встречи. До свидания.